Утром деньги, вечером стулья. Руководствуясь бессмертным принципом, трудился житель Могилевской области. Сумма ущерба составила около 28 тысяч рублей. Сколько человек попались на хитрую уловку? Переступил черту, в Бобруйске за получение взяток задержан топ-менеджер предприятия. Следователями в отношении представителя предприятия возбуждено уголовное дело. Во сколько обойдется сомнительное партнерство? Вместо уютной беседки обугленные развалины. На Мопро произошел пожар. В результате пожара повреждена беседка и часть хозяйственной постройки. Есть ли пострадавшие? Это сирена, громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Две сестры так хорошо отметили Новый год, что чуть не убили родную мать. Всему виной детские обиды. По предварительной информации, накануне больших праздников в гости к пожилой матери в деревню из областного центра приехали две дочери. Семейное застолье с разговорами о жизни переросло в ссору между родственниками, а затем и в драку. Пытаясь разнять наследниц, мать получила несколько ударов ножом. В ходе допроса 41-летняя женщина рассказала, что всю жизнь чувствовала, мама любит младшую сестру больше нее. Накопившиеся обиды стали причиной конфликта, рассказали в СК. Расследование тем временем продолжается. Далее на лапу. В Бобруйске задержан топ-менеджер крупного промышленного предприятия. 40-летний замдиректора, как сообщается с октября прошлого года, регулярно получал взятки от руководителя коммерческой организации. Так благоприятно решался вопрос, связанный с оплатой ранее поставленных комплектующих для производства. Общая сумма незаконного вознаграждения 41 тысяча рублей. Следователями в отношении представителя предприятия возбуждено уголовное дело за получение взятки, а в отношении руководителя коммерческой структуры за ее дачу. За получение, напомним, грозит до 7 лет тюрьмы, плюс конфискация и лишение права занимать определенные должности и выполнять некоторую деятельность. Задачу взятки до 5 лет. Держи карман шире в Могилевской области, предприниматель наживался на клиентах. Действовал 53-летний мужчина по давно рабочей схеме. Размещал объявления в интернете о своих услугах по изготовлению кухонной мебели. Демонстрировал образцы шкафов, брал задаток и даже имитировал начало работы. Но дальше дело не шло. В итоге мужчина переставал отвечать на звонки и пропадал. В данный момент сумма ущерба составила около 28 тысяч рублей. Устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям. От действий мошенника пострадало как минимум 8 человек. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители напоминают, перед тем, как заключить договор, обязательно читайте отзывы на независимых ресурсах, пообщитесь со старыми клиентами, посетите производство. Все, что нажито непосильным трудом, украли. За воровство задержан житель Могилевской области. Молодой человек обнаружил в жилище сбережения на общую сумму свыше 66 тысяч рублей и забрал их. После уехал и сменил телефон. Милиционера задержали его в съемной квартире в Борисове. Часть похищенного фигурант успел потратить. Следователям возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы. Напоминаю, чтобы не стать жертвой подобного хищения, тщательно подумайте, кому доверяете свое имущество. Сотрудниками Осиповической ГАИ задержан мужчина, который перевозил полтонны спирта. 10 января около пяти вечера на дороге Осиповича-Свислочь сотрудниками ГАИ был остановлен Ниссан. В салоне находились водители и пассажир, оба жители Осиповичского района. Багажники без документов, в пластиковых канистрах и бутылках они перевозили 500 литров спирта, ориентировочной стоимостью 5000 рублей. За нарушение предусмотрен штраф до 100 базовых. Ничего не предвещало беды, на МО прогорела беседка. ЧП произошло в субботу. Сообщение спасателям поступило от очевидцев в полдесятого вечера. По прибытию расчетов постройка уже полыхала вовсю. Пламя даже успело переброситься на соседние строения. Огнеборцы в считанные минуты справились со стихией. В результате пожара повреждена беседка и часть хозяйственной постройки, которая находилась по соседству. Пострадавших нет. Причина такого возгорания на данный момент выясняется. На следующий день утром загорелась машина на Западной. Спасателей вызвал очевидец. Хозяина на месте не было. В итоге уничтожено навесное оборудование, подкапотное пространство, бамперы, крылья. К тому же поврежден капот и лобовое стекло. К счастью, никто не пострадал. С начала года в Беларуси под лед провалились и погибли пять человек. Всему виной не только плюсовая температура, но и игнорирование правил поведения. В МЧС напоминают, безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 сантиметров. Прочность ослаблена в устьях и притоках рек, местах быстрого течения, бьющих ключей, стоковых вод, районах произрастания растительности. При температуре выше нуля больше трех дней крепость уменьшается на 25%. Это была Сирена, ну а больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. И Кристина Рианц. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»